Приветствую вас. Я думаю, что очень хорошей идеей было бы для вас для начала поработать со своей самооценкой, которая, как мне кажется, страдает. У вас, вот, как мне кажется, она у вас страдает, потому что, ну, это видно, это чувствуется по тому, как вы себя ведете на стоящей фотографии, да, то есть как вы себя позиционируете на фотографии. Вот, это чувствуется, к сожалению, большому. И мне кажется, мне кажется, что с этого вам и нужно в первую очередь начинать. Вот, то есть мне кажется, что начинать нужно вам именно вот с этого аспекта, да. Начинать вам нужно именно с этого момента, вот, мне так кажется. И, соответственно, это, наверное, первое, что я хотел бы вам сказать. Что касается второго, да, то есть как бы, ну, ответ, что касается ответов на ваш вопрос, который вы задаете запись, почему вот я все время пытаюсь что-то делать в своей жизни, да, да. Если у вас ничего не получается, то здесь, конечно, нужно исследовать, в первую очередь, что именно вы делаете, то есть какие конкретно действия, а какие конкретно шаги вы при принимаете, к примеру, для того, чтобы изменить флайзи, да, то есть что вы делаете для того, чтобы, ну, поменять флайзи. вот, что вы делаете для того, чтобы ее как-то откорректировать, вот, конкретно, вот прям, прям конкретно интересует меня, а что вы предпринимаете для этого, какие шаги, вы для этого предпринимаете, вот, потому что, ну, нужно делать анализ вашего поведения, да, нужно сделать анализ ваших, ну, вашей жизни, вот, и уже, вот, на основании, на основании этого, вот, уже можно будет что-то говорить, уже можно будет что-то вам рекомендовать. В целом, я полагаю, что имеет место быть какой-то, скорее всего, негативный родительский сценарий, вот, ну, скорее всего, скорее всего, какой-то негативный родительский сценарий имеет место быть, вот, вы находитесь в его классе, в его классе родительского сценария, вот, ну и, соответственно, вы не можете из него выйти, не можете выйти, выйти из, 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 что его, что его сценария, вот, соответственно, именно по этому причине, именно по этой причине, причине у вас происходит то, что происходит, собственно говоря, вот, на мой взгляд, на мой взгляд. Без анализа вашей ситуации все равно невозможно будет вам помочь, если вы, значит, ну, если вы действительно хотите, чтобы у вас получилось что-то изменить, вот. так что, выбирайте, значит, себе психолога на нашем ресурсе и, соответственно, начинайте консультироваться. Мне бы только хотелось у вас спросить, вот вы говорите, что вы натыкаетесь на препятствия, ну, какие-то, да, на препятствия. Как вы воспринимаете эти препятствия? То есть, считаете ли вы их, чем-то, чем-то, ну, допустим, чем-то, не знаю, негативным, может быть, считаете ли вы их, эти препятствия, чем-то, чем-то, чем-то плохим, вот, для себя. Дело в том, что от того, как вы воспринимаете ошибки свои, я бы сказал, что зависит очень много, потому что если вы, в принципе, воспринимаете ошибки как опыт, да, например, то это хорошо. Если вы воспринимаете ошибки как что-то очень, ну, что-то очень, очень негативное, что-то очень, такое, нежелательное, да, вот, то в таком случае вам, конечно, будет очень и очень тяжело и трудно, ну, оно и понятно, в общем-то, почему, да, ну и понятно, потому что не получится сделать какие-либо выводы для себя. Вот. Так же, так же, я бы хотел, чтобы вы отдельно определились бы с тем, как и у вас все, то есть, что вы хотите конкретно, что вам нужно конкретно, для чего вы пытаетесь чего-то добиться, что вы хотите достичь, к примеру. Так что это вот, на мой взгляд, такая очень важная тоже история, которая, ну, могла бы вам помочь обрети себя. То есть, может быть, ситуация такова, что вы двигаетесь просто не в ту сторону, куда вам нужно. Может быть, ситуация такова, что вы просто движетесь в направлении, которое вам, ну, не нужно, чуждо, неинтересно и так далее. Может быть, может быть, ситуация такова. Если она такая, эта ситуация, то с ней нужно что-то делать и ответственность за это, конечно же, лежит на вас, вас, ну, а на комсе еще, да, безусловно, тут уже ничего не проделать, к сожалению. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделать его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.